Вчера на стадионе Труд в посёлке Вербилки прошёл последний матч первенства Московской области по футболу среди девичьих команд 2001 года рождения между коллективами спортивного клуба Вербилки «Пламя» и футбольным клубом «Зоркий» из Красногорска. Команда из Вербилок второй год участвует в первенстве Московской области. В прошлом году девушки заняли последнее место из четырёх команд участников. В сезоне 2017 года в первенстве Московской области среди девочек участвовали семь коллективов. Последняя игра была решающей. Вербилки боролись за пятое место в чемпионате. Представительницы Талдомского района начали встречу вполне неплохо. Взяли инициативу в свои руки. Чаще соперницы владели мячом и вели игру преимущественно в зоне гостей. Но забить гол не получалось, несмотря на частые удары в створ ворот. Казалось, красногорская команда решила твёрдо защищаться, не прибегая к атакам. В таком режиме прошёл первый тайм. Во втором отрезке гости активизировались. Больше атаковали, но воспитанницы спортивного клуба «Вербилки» контролировали ход игры. На 55-й минуте встречи капитану команды хозяев Ани Самородовой с передачи защитника Елизаветы Рогановой всё же удалось забить долгожданный гол. Гости попытались отыграться, тем более, что хозяева заметно подустали. Однако голкипер из «Вербилок» Алена Веселова надёжно защищала свои ворота. В итоге встреча завершилась со счётом 1-0 в пользу команды «Пламя». Начали мы с большим трудом. Мы должны были сразу поймать игру, чтобы мяч был на наших руках, ногах. Было очень тяжело, потому что мы долгое время не могли забить. Но игра была, по идее, ну как наша. Мы держали мяч. Во втором тайме уже, конечно, были без сил, но всё-таки старались держать мяч. В конечном итоге получился гол, который мы забили, тоже с большим трудом. Ну и, в общем-то, счёт сохранился 1-0 до конца игры. Это была последняя игра. Нам нужно было её выиграть. Но у нас был расчёт на то, что мы сможем забить два гола. Потому что с шестого места мы поднялись на пятое. И это очень хорошо. Ну, первоначально была задача занять пятое место, подтвердить разряды. Мы с ней справились. Получилось у нас начало скомканное. Очень тяжело вкатывались после зимы. Опять же, причиной погодные условия. Летом шли дожди. На поле выйти не могли никак. Приходилось заниматься в коробочке. Наиграть что-то было очень тяжело. Ну, в конце сезона разбегались. Начали набирать очки. Щёлкова обыграли дома со счётом 7-0. На выезде обыграли Щёлкова также. И с Красногорском. Сегодня тоже поборолись. Получилось, в принципе, то, что планировали. Где-то немножко сил в конце не хватило. Дожать, забить второй гол. А так, в принципе, довольны результатом. Все выложились. По итогам чемпионата девушки подтвердили вторые юношеские разряды. В ходе первенства футболистки провели 12 игр, 3 из которых выиграли и 9 проиграли, набрав в копилку 9 очков. Первое место в чемпионате области заняла команда спортивной школы Олимпийского резерва из Ногинского района, набравшая 29 очков. Призёрами также стали коллективы спортивных школ из Сергеева Посада и Реутова. Сейчас подопечные Дмитрия Лихачёва и Андрея Повалюхина будут готовиться к областному первенству по мини-футболу. А на будущий год девчата снова поборются за медали летнего чемпионата. Продолжение следует...